С первого дня председательства Венгрии Орбан начал вести себя как начальник, как главный в Европе. Он съездил в Киев, а сегодня по сообщениям венгерской прессы он должен находиться в Москве. Ну, правда, вот я когда готовился к нашему разговору, я посмотрел российский официоз, подтверждения этого пока нет. Ну, по крайней мере, ну, вряд ли уж так-то, зачем уж будут врать. То есть, это подтверждает то, что он действительно, видимо, сегодня будет в Москве. Это подтверждается и целым рядом реакции европейских руководителей Евросоюза и руководителей отдельных стран, которые очень остро на это отреагировали. О чем идет речь? Вот председательство в Совете ЕС никаких прав не дает главе государства, чья очередь, ну, просто дежурить. Это дежурство. Это вот как, я не знаю, дежурство в классе. Да, человек должен отвечать за то, чтобы была тряпка, чтобы был мел на доске. Из доски было стерто все результаты предыдущего занятия. Ну, вот такое дежурство. Да, и вот здесь то же самое. Ротация, вот человек дежурит. Я вот, когда готовился к нашему разговору, вот к этому сюжету как раз, я для себя просто выписал, кто был председателем Совета Евросоюза за последние годы. Вот 2021 год Португалия и Словения, 2022 Франция и Чехия, 2023 Швеция и Испания, ну, и, наконец, этот 2024 год, первое полугодие дежурило по, значит, Европейскому Совету, по Совету Евросоюза дежурило Бельгия, а сейчас Венгрия. Так вот, до председательства Венгрии не было ни одного случая, когда глава государства, который председательствует в Совете Европейского Союза, хоть как-то активизировался, выпячивал свою роль, пользовался этими полномочиями, но не таков. То есть мы не можем просто привести ни одного примера, когда человек, страна, которая председательствует в Совете Евросоюза, она пыталась бы, глава этого государства пытался бы конвертировать вот это вот председательство в свою пользу, в своих интересах. Увеличить свое влияние или, так сказать, что-то там, я не знаю, подшаманить во время своего председательства в пользу своей страны. Такого не было. Но не таков Виктор Орбан. Инстинкт диктатора позволяет такого типа людям уцепиться за самый краешек власти и даже того, что, по сути дела, властью не является. И это бывает достаточно в отдельных случаях для того, чтобы сделать эту власть тотальной. Я сейчас не говорю о Борбане, у него, конечно, это ничего не получится, ситуация другая, и Евросоюз это не та структура, которая позволит кому-то стать диктатором. Но вот подобного рода типажи очень характерны. То есть, вот, ну, больше всего, конечно, это лучший пример такого рода, когда, казалось бы, там и власти-то никакой нет, а человек, получивший административные какие-то функции, тут же начинает, так сказать, подгребать под себя всю территорию. Самый яркий пример, это, конечно, Сталин, который получил пост фактически начальника канцелярии. Ведь почему те люди, которые в дальнейшем были превращены в лагерную пыль, уничтожены, расстреляны, почему они пропустили Сталина? Да потому что они представить себе не могли, что пост, ничтожный совершенно пост начальника канцелярии, что такое генеральный секретарь ЦК? Это человек-секретарша, по сути дела, только очень такая большая, усатая. Вот, то есть, что он должен делать? Он должен, там, бумажки перебирать, значит, ну, сравните, что было в то время, какими ресурсами располагали другие люди в это время. У Ленина было правительство, то есть, это фактически экономика страны, все социально-экономические процессы в руках и так далее. У Троцкого была армия, то есть, военная мощь. У Бухарина газета «Правда». То есть, в гигантских, ну, в понимании большевиков того времени, это гигантское воздействие на умы. Печать, Ленин же писал постоянно, что главное – это газета. Вот. А у Сталина всего лишь канцелярия. И вот, опираясь на этот, ну, не понимали, что такое номенклатура, не понимали, что такое кадры, не понимали, что такое аппарат. И вот, опираясь вот на эти, казалось бы, тогда неважные структуры, Сталин сумел подмять всю страну под себя и фактически ликвидировать всех оппонентов. Ну, о том, что такое будет происходить с Орбаном, конечно, это не так, не позволит. Но, тем не менее, он пытается, вот, зацепившись коготочком за краешек власти, которая фактически властью-то не является, он, прежде всего, начал с того, чтобы использовать этот статус. Вот он, значит, приехал в Россию, вернее, приехал сначала в Киев и там вел, развалясь, вел переговоры непонятно от чего имени, о том, каким образом должны, с Зеленским-то, каким образом должны быть выстроены переговоры между Украиной и Россией. Ну, и вот сегодня, по сообщениям нескольких источников венгерской прессе, он должен быть в Москве и должен встречаться с Путиным. Значит, помимо него, его должен сопровождать глава Министерства иностранных дел в Венгрии Сиярту. То есть, вот, ну, сегодня узнаем, приедет, не приедет. Ну, говорят, что приедет. Значит, по этому поводу уже очень сильно сполошились в Европейском Союзе. В частности, вот что написал глава Европейского Совета Шарен Мишель. Значит, он написал это в соцсети Икс. Председательство в Совете ЕС по принципу ротации не дает полномочий вести диалог с Россией от имени ЕС. Ну, вот такая вот история. То есть, вот, человек только-только, так сказать, только-только допустили до каких-то мелких распорядительных функций по Евросоюзу. И тут же человек начал использовать эту свою власть таким образом. И, обращаю внимание, это только пятый день председательства Венгрии. Впереди еще полгода. Так что, я думаю, что мы увидим и услышим массу интересного. Тем временем, орудие главного калибра путинской информационной империи. Это, не подумайте, что это Соловьев. Нет. Здесь гораздо более серьезное импортное орудие. Есть это Татер Карлсон. Он получил такую, как воспринимают некоторые его коллеги, пощечину от Зеленского. Ну, и с горя размялся на миллиардере Мельниченко. По пунктам. Во-первых, российская пресса. Я посмотрел несколько публикаций в главном государственном информационном агентстве РИА Новости, в ТАСе, в этих халуйских путинских газетах. Эта новость подается прежде всего через реплику бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина. Кстати говоря, фигура Соскина, она просто вот мне тут некоторые коллеги из, значит, подписчиков очень рекомендовали его пригласить к себе. Нет, дорогие друзья. Вот Соскина, я думаю, что сейчас с большим удовольствием приглашают к себе, ну, вернее, он постоянно является спикером, ньюсмейкером в московском комсомольце. На него ссылаются государственные агентства российские и так далее. То есть, на самом деле, Соскин стал органической частью российской информационной войны и российской пропаганды. Что он в этот раз пишет? Значит, он пишет о том, что Владимир Зеленский публично оскорбил американского журналиста Такера Карлсона, сорвав с ним интервью. И вот эти вот, значит, обвинения Соскин пишет о том, что, значит, пресс-секретарь Зеленского оскорбил Такера Карлсона. Это не просто грубость и наглость, но и беспардонное совершенно невменяемое поведение. Что же случилось? Что же произошло? Что вызвало такой гнев бывшего советника украинского президента Олега Соскина, который сейчас прочно переквалифицировался в российского пропагандиста и лютого лжеца? Что же такое произошло? А произошло вот что. Значит, Карлсон написал, по-моему, это было позавчера, если не ошибаюсь, в бывшем твиттере соцсети Икс, следующий текст. Так, у меня где-то был записан он. Похоже, у нас есть интервью Зеленского. Мы пытались договориться о разговоре в течение двух лет, особенно интенсивно, после интервью Путина в феврале. Кавычки закрываются. На что сразу же, мгновенно отреагировал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Написал тоже, ну, правда, не в Твиттере, а в Фейсбуке, ответил ему таким образом. Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график. И Такера Карлсона там нет. Кавычки закрываются. Ну, в общем, действительно, понятно, что, так сказать, после того, как то, что наговорил, и не только во время интервью, но и после интервью с Путиным наговорил Такер Карлсон об Украине, конечно, да, говоря о том, что Украины скоро не будет и так далее. Вот. Давать интервью, ну, черт его знает, это тратить силы. Я бы сказал так, наверное, теоретически, может быть, и можно было бы, но уж очень затратно это дело, потому что это, на самом деле, было бы не интервью, это была бы просто рубка самая настоящая. Потому что понятно, что в интервью с Путиным Такер Карлсон выступал как подставка для микрофона. Совершенно очевидно, что в интервью с Зеленским он вел бы себя совершенно по-другому. То есть, это, на самом деле, конечно, правильное решение. Ну, а что касается Такера Карлсона, то его действия, безусловно, это прямое обслуживание интересов Путина. И вот, в частности, сразу же после, так сказать, когда уже стало ясно, что ничего не получается, он с Зеленским, он выпустил интервью с российским миллиардером Андреем Мельниченко. Это, в прошлом году это был номер один в списке Форбса, а сейчас номер семь. Значит, ну, это Еврахим, прежде всего, то есть, ну, понятно, один из ведущих миллиардеров России. И вот, значит, он тоже достаточно, так сказать, про-путинский это интервью провел, обвинив, значит, Запад в том, что его обокрали, этого Мельниченко, потому что на него наложили санкции, а он вообще ни в чем не виноват. Ну, короче говоря, вот, то есть, на самом деле, Такер Карлсон явно отрабатывает такую пророссийскую повестку дня. Мы помним, что после того, как он взял интервью у Путина, он еще побеседовал с Дугиным, после этого тоже, так сказать, ну, понятно, что это не обслуга путинская, но, тем не менее, россиянин, он побеседовал с Павлом Дуровым и вот сейчас Смельниченко. То есть, что называется, пошел по российским рукам. Вот, то есть, это, в общем, очевидно, человек обслуживает Путина, и поэтому, конечно, Зеленский абсолютно прав, что отказался давать ему интервью. Ну, а пока подручные Путина, Орбан и Такер Карлсон пытаются по мере сил как-то обслужить своего шефа, то сам шеф Владимир Путин выступил на саммите ШОС. Я пару слов скажу в целом о выступлении, о тех, ну, конечно, не буду комментировать все, что говорил международный преступник Путин, но что-то, на чем-то, я считаю, важно, надо остановиться. Но самое главное, что меня, ну, не то, что поразило, просто очевидно, иногда, знаете, поражает откровенность. И, в частности, Путин заявил, что его союзник в борьбе с терроризмом будет Талибан. Ну, все хорошо знают, что Талибан с 2003 года, значит, фиксируется, официально считается в России террористической организацией, ну, а вот использовать террористическую организацию для борьбы с терроризмом, ну, это, в общем, такое ноу-хау Путина. Хотя ничего удивительного здесь нет, потому что сама Российская Федерация под руководством Путина стала крупнейшей террористической организацией на планете. И вообще, так сказать, создание террористического интернационала под руководством Путина, оно стало фактом, потому что здесь и Хамас террористическая организация, Хизбалла террористическая организация, Йеменские хуситы, тоже структура вполне террористическая, ну, вот еще и Талибан. И все вместе они должны бороться, видимо, под руководством Путина с терроризмом. Такой вот ноу-хау. Ну, тут более-менее понятно, потому что, на самом деле, все это структура государственного терроризма. То есть, на самом деле, ну, там можно говорить о том, что примерно так же, как Сталин тоже мог бороться с какими-то видами терроризма реально, хотя в основном мнимого, но тем не менее главным террористом являлся сам сталинский режим. Здесь с Путиным та же самая история. Вот, так сказать, есть государственный терроризм правильный, а есть, например, терроризм исламского государства, вот, который, так сказать, неправильный. И вот те же самые Талибы, которые устраивают террор в своей стране, являясь террористической организацией, они борются с, так сказать, ну, скажем так, с диссидентами среди террористов. Вот, диссидентом среди террористических организаций является, безусловно, исламское государство сегодня. Вот, с ним и борются. Вот, теперь, значит, ну, что касается всего остального, что он, о чем он рассказывал на саммите ШОС, кстати, сам саммит прошел под абсолютным доминированием Китая. Путин там был в тени, но, тем не менее, вот, сумел выступить, все-таки дали ему слово, и он, значит, выступил по поводу Украины, что прекращение огня с Украины невозможно до начала переговоров, вот, и что главная задача – это добиться необратимых шагов и приемлемых для нас. Ну, известно, что такое необратимые и приемлемые шаги для Путина. Это полная и окончательная капитуляция Украины. Вот, собственно говоря, условия, предварительные условия для переговоров. О чем тогда переговаривать, непонятно. Значит, да, и по поводу посредников он сказал, что нет, это не годится. Ну, кстати говоря, здесь я с ним могу согласиться, потому что понятно, что, а какие посредники могут быть. То есть, посредник при организации переговоров – не вопрос. Обеспечить площадку, обеспечить безопасность и так далее. Это вполне нормально. Но если говорить о модели зерновой сделки, когда подписываются договоры, значит, с третьими странами или организациями, с одной стороны Украина – третьи страны, с другой стороны Россия – третьи страны, и потом это как-то сводится воедино, но это модель зерновой сделки. Это приемлемо, когда речь идет о таких вещах, как зерновая сделка. И то, в общем-то, достаточно неудачно получилось. Ну, а уж такие вещи, как мир, конечно, переговоры могут вестись только напрямую. Вот, поэтому здесь, конечно, все правильно. Но пока понятно, что с подходом Путина все ясно, никаких переговоров, конечно, не будет. Это очевидно. Семен спрашивает, а Нюрнбергский процесс был объективным? Или это судилище победителей над побежденными? И в случае победы ОСИ немцы с японцами тоже могли провести подобный балаган, вздернув Сталина, Черчилля и Рузвельта, за ГУЛАГ, Голодомор, Катынь, бомбардировки Дрездена, Нагасаки и прочую массу военных преступлений, преступлений против человечности, которые, разумеется, совершали союзниками, особенно СССР. И если это такие необъективные судилища, шоу для б***ь, зачем о нем постоянно вспоминать? Сакрализация всего этого трэша, в числе прочего, вроде Ялтинских и Потсдамских сговоров и привела к формированию у русских чувства собственной безнаказанности. И поэтому юрист, в кавычках, Путин, сейчас уверен, что, несмотря ни на какие преступления, он все может порешать и разрулить, узаконить и так далее. Можно творить все, что угодно, главное, в нужный момент оказаться на правильной стороне. А в нужном моменте у него есть все шансы дождаться. И каково было западным юристам и законникам оказаться в одной компании с палачами, членами троек и прочими организаторами большого террора. Все же все знали, с кем имеют дело. Как и сейчас, все все прекрасно понимают. Это просто позорище, продолжение показательных процессов 30-х годов с теми же прокурорами на сцене. Уважаемый Семен, Ну, давайте по пунктам. Организация вот этого трэша, как вы выражаетесь, привела к тому, что на 78 лет в Европе удалось избежать большой войны. Напоминаю, что интервал между Первой и Второй мировыми войнами составил 20 лет. Первая мировая война закончилась в 19-м году, а вторая началась в 1939-м. То есть, 20 лет интервал. Удалось сохранить мир. Ну, удалось избежать большой войны. Здесь, хотя то, что происходит, ну, многие называют это там, Третий, Четвертый мировой, но тем не менее, вот, 78 лет удалось избежать большой войны. Это то, что благодаря вот этому вот, как вы выражаетесь, шоу для б***я. Вот, это первое. Второе. Благодаря этому в значительной степени, благодаря вот Нюрнбергскому трибуналу Германия и Япония, потому что не только ведь Нюрнбергский, был токийский трибунал, аналогичный над Японией. И благодаря этому Германия и Япония сейчас одни из самых цивилизованных государств на планете. Цивилизованные, миролюбивые страны. Германия вообще на своих плечах всю Европу держит. То есть, на самом деле, не зря все это шоу было. Это просто вот некоторые результаты. Теперь, перечисляя преступления союзников, они, безусловно, были, и прежде всего, вы право Советского Союза, вы почему-то в один ряд поставили ГУЛАГ, Голодомор и Дрезден с Нагасаки. Понимаете, во-первых, все-таки ГУЛАГ и Голодомор ко Второй мировой войне прямого отношения не имеют. Понимаете, они были до этого, и, так сказать, эти преступления, они не совершались в рамках Второй мировой войны. А все-таки Нюрнбергский процесс, он был по поводу Второй мировой войны. Поэтому я не понимаю, каким образом ГУЛАГ и Голодомор, да, это, безусловно, чудовищные преступления, но никаким образом Нюрнбергский трибунал, который должен был расследовать преступления Второй мировой войны, никаким образом это нельзя было сюда приплюсовать. То есть, много преступлений в истории стран, в истории человечества было, но совершенно нельзя ставить в один ряд то, что происходило во время Второй мировой войны, и то, что происходило задолго до нее. Это неправильно. Ну, просто методологически, логики нет. Тогда трибунал должен был расследовать преступления, начиная с крестовых походов, инквизиции и так далее. Ну, это же абсурдно, логики нет. Второе, это то, что ну, вот вы здесь говорите о уравниваете фактически такие вещи, как бомбардировка Дрездена, например. Ну, понимаете, по этому поводу есть дискуссии, насколько это было избыточно и так далее, но все-таки бомбардировка Дрездена, в частности, она велась и по законным целям, потому что это был крупнейший в Германии железнодорожный разъезд, узел, узел железнодорожный, который имел, безусловно, огромное военное значение. и поэтому бомбардировка Дрездена, она в том числе имела существенные, это были законные военные цели. Вот, ну, здесь вот уравнивать я бы не стал. Все-таки там, так сказать, явная военная целесообразность тоже присутствовала. Споры по поводу избыточности, безусловно, есть, но, тем не менее, все-таки здесь уравнивать с Голодомором и с ГУЛАГом, мне кажется, это просто какая-то, ну, какая-то сильная натяжка. То же самое, даже такое, такая страшная вещь, как Хиросима и Нагасаки. Все-таки там цель была морально раздавить Японию и в значительной степени сохранить, сохранить жизни своих солдат. Для того, чтобы Япония капитулировала после этого удара, что и произошло на самом деле. В конечном итоге, что и произошло. И Соединенные Штаты Америки таким образом сохранили жизни там десятков тысяч своих солдат. Так что в этом смысле, ну, опять уравнивать, здесь вопрос, конечно, безусловно, есть вопрос, насколько, так сказать, вот это было необходимо, но там есть хоть какой-то резон, военный резон, а здесь полное в случае с ГУЛАГ, ГУЛАГ, Голодомор, это совершенно из другой серии события. Вот, поэтому это ошибка. Значит, теперь дальше, что касается, что касается вас, вот, меня больше всего поразило, наверное, не больше всего, все поражает в вашем вопросе, уважаемый Семен, но отдельно я бы хотел сказать о том, что, значит, это было продолжение показательных процессов 30-х годов с теми же прокурорами на сцене. Во-первых, не с теми же прокурорами, там советские прокуроры, это были одна четвертая, и, кстати говоря, все-таки доминировали там прокуроры союзников. Ну и в целом очень странное отождествление процессов 30-х годов с Нюрненбергским процессом, потому что здесь Нюрненбергский процесс, в отличие от советских процессов, там судили людей за то, чего они не совершали, но это совершенно очевидно. Вот деда моего судили за то, что он не совершал, он не был шпионом, его судили за вредительство и шпионаж. Он этого не совершал. И даже лидеров коммунистической партии, деятелей коммунистической партии судили не за то, что они совершали, а за какую-то чушь, за то, что они были там шпионами. Они не были шпионами, их судили не за то, что они совершали. А в случае Нюрненберга фашистские главари судили как раз за то, что они совершали. Ну вот, неужели эта разница вам непонятна, уважаемый Семен? Это еще одно отличие, радикальное. Вообще, вы ставите в ряд несопоставимые события. Годы, судебные процессы большого террора и Нюрненберга это абсолютно несопоставимые события. Просто из разных миров. террора. Ну и я уж не говорю о том, что там был реальный процесс с реальными адвокатами и несколько человек были оправданы. Оправданы. Чего вообще в принципе не могло быть в процессах большого террора 37-38-го ну и дальнейших годов. Там все однозначно. Там не было правосудия. А здесь оно было. Оно было. Потому что оправданно например был известный пропагандист Ганс Фричи. Оправдан был Франц фон Папен. Оправдан был Шахт. То есть на самом деле трое оправданы. То есть там был реальный состязательный процесс с адвокатами реальными которых они сами себе выбирали нацистские преступники. Так что вот тут как-то вы что-то не то вы что-то не то написали. Ну вот поэтому уважаемый Семен да безусловно это был суд победителей и в силу этого безусловно он был уязвим для критики. И конечно как так сказать в частности адвокаты судимых говорили что почему почему вы судите только нас а почему вы не судите так сказать не не находятся на скамье подсудимых советские военные преступники в частности так сказать говорилось о военных преступлениях Советского Союза их было достаточно то есть ну в частности там какой-то сговор безусловно между так сказать победителями был безусловно это так и эта уязвимость она очевидна но в том что во первых это было неизбежно было просто неизбежно а во вторых ну действительно вы знаете отличие политиков в том числе политиков того времени от журналистов заключается в том что они живут в реальном мире и поэтому им приходилось идти на компромисс да это был тяжелый компромисс но я не уверен что были возможности что-то сделать иначе и лучше и например устроить параллельно суд над так сказать участниками Мюнхенского сговора или суд одновременно над организаторами протоколов значит секретных протоколов пакта Риббентропа Молотова о чем кстати говоря говорили защитники ну что же вы судите только нас но это вот была такая это была издержка которая была просто неизбежна просто неизбежна потому что эти люди жили в реальном мире и результаты в конечном итоге все-таки оправдались да есть я знаю что точка зрения что не надо было вообще в принципе союзничать со Сталиным а нужно было одновременно вести войну и с Гитлером и со Сталиным очень я сомневаюсь что результаты этой войны нам бы сейчас понравились даже я бы очень сомневался что в том что были бы какие-то мы в этом случае вот то есть ну это мне кажется утопия так что уважаемый Семен вот я думаю что не знаю смог ли я вас убедить но по крайней мере я ответил на ваш вопрос вот огромное количество вопросов ну не огромное но значительная часть вопросов связана опять-таки с вопросом распределения вины между Путиным и остальной частью населения России вот здесь у меня в частности в в чате телеграм-канале развернулась тоже очень бурная дискуссия и участники дискуссии в частности высказывали такую точку зрения что вообще виновата в равной степени все 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 население России потому что кто-то убивает кто-то платит налоги и так далее все началось как вы понимаете с того самого вопроса который был задан позавчера о том что есть ли разница между Путиным и туристами которые ездят в Крым российскими туристами на что я ответил что да разница есть безусловно я совершенно точно знаю что такая разница есть и уравнивание туристов которые ездят в Крым и которые безусловно являются с точки зрения украинского законодателя преступниками но тем не менее уравнивать Путина с этими людьми это безумие это просто безумие и вот тут же включилось понимаете как только ты говоришь такие вещи тут же включается в головах некоторых людей красная лампочка звучит так сказать набат и люди просто так сказать начинают говорить какие-то дикие совершенно вещи в частности то что нет вот все виноваты все платишь ну как так сказать Бродский говорил значит в булочную уходишь значит поддерживаешь режим но понимаете это же безумие вот это вот всю вину размазывать по всему земному шару в конечном итоге потому что если вы пользуетесь такой методикой размазывая вину действительно реальных преступников не только Путина то есть надо конкретно отвечать на конкретные вопросы значит кто начал войну Путин безусловно лично он лично он никто кроме него это личная его была инициатива мы помним как в какой растерянности был генштаб когда письма представители генштаба писали с требованием прекратить эту глупость мы помним в каком состоянии были значит вот эти вот члены совета федерации совета безопасности в мокрых странах стоящие трясущиеся перед Путиным когда он ломал их через колено значит да потом они все стали международным преступником безусловно но начал вот конкретный понимаете мы же истинно же конкретно вот начал войну Путин безусловно он лично дальше есть военные преступники их довольно много уже и скамья подсудимых на этом трибунале будет довольно длинный это безусловно дальше являются ли преступниками те кто ездил в Крым они нарушили украинское законодательство безусловно и в этом плане они конечно преступники но у меня есть очень сильные сомнения что после войны будут каждого кто ездил в Крым разыскивать и судить очень сильные в этом есть сомнения вот международных преступников будут разыскивать это совершенно точно и будут обязательно судить а этих нет значит потому что после войны будет чем заняться теперь вот по поводу того что все население России объявляется вот все русские все население России объявляются преступниками и так далее потому что вот они платят налоги и они поддерживают тем самым эти налоги идут на производство снарядов пушек и так далее ну дорогие друзья это дикая софистика я уже написал в телеграм канале я 40 лет преподаю в том числе и логику я владею софистическими приемами прекрасно понимаете с точки зрения с помощью вот такой вот софистики можно доказать вашу личную вину любого любого гражданина Украины вину в том что происходит размазать вину замазать этой виной любого запросто понимаете можно обвинить например так сказать любого гражданина Германии в том что значит они способствовали накачиванию военного потенциала Путина можно обвинить любого гражданина Италии что они соучаствовали в становлении путинского режима и формирования военного потенциала вы знаете украинцев можно всех абсолютно обвинить в этом потому что труба идет газовая труба идет и значит и сегодня во время войны идет эта газовая труба и благодаря этой газовой трубе значит Россия получает нефтедоллары в конечном итоге которые конвертируются обращаются в пушки и так далее а Украина получает деньги за транзит и тоже можно сказать ребят это кровавые деньги все что вы получаете в виде пенсии в виде зарплат если вы работаете на государственных предприятиях в Украине вы тоже виноваты ну зачем же глупости писать дорогие друзья но ведь надо все таки немножко включать голову в таких случаях и поэтому огромное количество подобного рода ерунды оно присутствует в головах это надо как-то ну все-таки культуру мышления как-то развивать и не не путать значит горячее с зеленым да безусловно есть большое количество военных преступников в России вне сомнения есть коллективная ответственность которую каждый из граждан России несет на себе безусловно здесь вопросов нет но называть преступниками каждого гражданина России это безумие и это большой когда вы тонким слоем размазываете вину по всему населению России даже вообще практически по всему земному шару вы тем самым снимаете ответственность с Путина и с реальных военных преступников вы мельницу на их воду на их мельницу льете понимаете потому что если все виноваты ну тогда о чем на Путине одна 140 миллионная вины это же здорово то есть ну не надо так вот это такое предисловие дальше конкретные конкретные вопросы от Макс пишет ставлю пять копеек по поводу вины царя и невинности народа ну вот сразу сразу софистика сразу так сказать соломенное чучело ну хорошо чуть позже разберемся если подходить юридически то вопросов нет я смотрю не как юрист задаю вопрос кто кого искусил и развратил злой демон из питерских подворотен спутал добрый народ скрипоносец или народ скрипоносец слепил и скрипил довольно посредственно питерского паренька где источник зла я считаю что Путин только отражение Путину так легко все удалось поскольку ему не пришлось ничего насаждать оно уже сидело до него Путин крымской водичкой полился оно поперло и вопрос какая между разницей не такой одномерный как кажется на первый взгляд пару недель назад был задан вопрос об историке профессоре Оксфорда Андрея Зорини он исследует в том числе и этот вопрос будет крайне полезно если он окажется в одной из программ я посмотрю его сначала я не буду приглашать просто потому что у меня были случаи уже когда я приглашал по просьбам настоятельным просьбам кого-то а потом выяснялось что это человек с которым не о чем разговаривать такие были случаи тоже значит теперь что касается вашей вашей позиции ваша софистика уважаемый Макс начинается с первых слов значит с формулировки ложной дилеммы о невинности народа или виновности царя это классика жанра это софистический прием соломенное чучело никто не говорит о невинности народа значит второе о том что значит народ слепил Путина никакого народа никакой народ никакого Путина не лепил Путин встал во главе России благодаря спецоперации приемник никто из народа в этом не участвовал есть конкретные конкретные виновники кто это сделал это Борис Николаевич Ельцин безусловно это Таня с Валей значит это семья так называемая это Борис Абрамович Березовский это Анатолий Борис Чубайс и так далее то есть есть группа людей группа граждан которые образовали преступную группировку по значит узурпации власти по формированию вот этого этой спецоперации приемника никакой народ в этом не участвовал господа Путин ни разу за всю свою за за все 25 лет что он у власти он ни разу не выигрывал ни одних выборов ни разу понимаете никакой народ Путина не выбирал поэтому говорить о том что народ его слепил из того значит из того что было это полная ерунда значит теперь что касается что оно сидело до него сидело разное в народе сидело разное я вообще не очень понимаю ну в данном случае когда мы говорим о так сказать людях то люди разные люди разные и сидело в этих людях разное и в этих людях которые жили в России в Российской Федерации сидело то что позволило руками останавливать танки ГКЧП это тоже сидело сидело то что выходило на улицы Москвы в защиту значит в защиту стран Балтии когда значит Горбачев посылал своих архаровцев значит отнимать свободу и выходили в защиту в защиту Литвы выходили сотни тысяч людей выходили это сидело в народе тоже понимаете и что такое народ почему вы вычеркиваете из этого народа например Скобова это человек которым может гордиться любой любой народ на планете вот вы почему-то вычеркиваете почему вы вычеркиваете из этого народа Сахарова почему вы вычеркиваете из этого народа тех тысяч значит политзаключенных которые борются с путинским режимом и вы оставляете только мерзавцев да это так делает Путин понимаете Путин так делает он сажает в тюрьму одних значит оставляя на свободе и опираясь на мерзавцев плюс еще большое количество большое количество так сказать равнодушных людей которые безусловно несут ответственность за свое равнодушие то есть ни разу когда вы говорите что народу все это понравилось это полная ерунда значит народ ни разу Путин не выбирал ответственность да безусловно такая же ответственность как у немецкого народа была коллективная ответственность но никто не называл весь народ преступником никто не судил никто не сажал в тюрьму всех людей в том числе и значит солдат вермахта сам факт присутствия того что человек находился значит в вермахте не являлся преступлением я здесь тоже хочу сразу это важная мне кажется интонация которую нужно и дифференциация которую нужно зафиксировать любой человек который сейчас находится в составе оккупационной армии является по факту человеком который так сказать становится законной целью для уничтожения это военная ситуация если ты находишься в составе оккупационной армии на чужой территории то ты должен быть уничтожен или взят в плен но это одна история а дальше послевоенная ситуация вот это вот разница на ее надо все-таки улавливать каждый оккупант который находится на территории Украины должен быть либо уничтожен либо взят в плен это нормальная ситуация в условиях войны а теперь и никакие конечно глупости по поводу там сочувствия и так далее ну каждому человеку можно сочувствовать в том числе и Гитлеру пожалуйста сколько угодно но это не означает что это исчадь ада должно жить поэтому каждый должен быть либо уничтожен либо взят в плен каждый из там примерно 600 тысяч российских оккупантов это бесспорно дальше война закончилась должны ли все люди которые участвовали в этой войне быть значит осуждены как военные преступники конечно нет точно так же как любой немецкий солдат который находился либо на территории СССР либо на территории Франции там участвовал в войне в других регионах он конечно должен был быть уничтожен либо взят в плен но после войны никого не судили по факту принадлежности к вермахту никого это просто очевидная вещь понимаете поэтому вот здесь надо одно дело военная ситуация когда враг должен быть уничтожен а другое дело послевоенная ситуация когда судить надо военных преступников за конкретные вещи установлено что убивал мирных граждан пожалуйста иди так сказать в тюрьму установлено что пытал пленных иди в тюрьму установлено что грабил мародерил и так далее иди в тюрьму Если этого ничего не установлено, то никаких абсолютно уголовных преследований нет и быть не может. Вот простая же вещь. Ну, казалось бы, все на поверхности. Значит, поэтому я думаю, что... А что касается Андрея Зурина, посмотрю, присмотрюсь. Если это интересно, то будем приглашать. Анатолий. Анатолий является спонсором нашего канала, и за это ему огромное спасибо. Игорь Александрович, вы сказали, что Зеленского хотят загнать в ловушку. Кто, на ваш взгляд, хочет загнать Зеленского в ловушку? Я думаю, что это очевидно. Очевидно. Это, так сказать, компания граждан, ну, не во главе, а в составе Путина, прежде всего, Трампа и Си Цзиньпиня. Это люди, которые хотят сделать так, чтобы принудить Украину, принудить Зеленского к тому, чтобы они пошли на вот эти вот, на какой-то позорный, на переговоры, которые закончатся позорной капитуляцией. По крайней мере, такие намерения явно есть. И создание давления, серьезного давления, и идея Трампа, что если Зеленский не согласится, то, значит, Украина будет лишена помощи. Это серьезное движение в эту же сторону. И вся эта щелночная дипломатия Орбана, она в эту же сторону. И план Си Цзиньпина, он в эту же сторону. Это попытка загнать Зеленского в необходимость переговоров. Так. Лариса. Как вы думаете, если бы не нападение гитлерской Германии на нашу территорию в 1941 году, Россия захватила бы всю Финляндию? Встречается такое сопоставление. Вот Финляндия потеряла часть своей земли, зато сохранилась как самостоятельное государство. Мол, и Украина может отдать часть земли. Главное, что она сохранится как отдельное государство. Уместна ли такая параллель? Уважаемая Лариса, сначала по поводу вот такой причинно-следственной связи установления, что если бы не нападение гитлерской Германии на Советский Союз в 1941, то Советский Союз, видимо, все-таки тогда России не было, был Советский Союз и захватила бы всю Финляндию. Вы знаете, здесь нарушена причинно-следственная связь, потому что, если мы говорим все-таки о Советско-финляндской войне 1939-1940 годов, то нападение Германии на Советский Союз случилось в 1941 году. Поэтому причина не может быть после следствия, понимаете? То есть, в данном случае причина нападения Гитлера на Советский Союз, она была после того, как завершилась Советско-финляндская война. Поэтому здесь точно нет, точно никак это не могло сказаться, потому что эта причина была после следствия, после завершения войны. Если вы имеете в виду Советско-финскую войну 1941-1944 годов, то там вообще никакого отношения это все не имеет ни к чему, потому что это была часть Второй мировой войны, и там уже, так сказать, действовали совершенно другие силы. Так что нет, нет, никаких Советский Союз не стал захватывать Финляндию, потому что было понятно, что это привело бы к таким издержкам, которые Сталин не мог себе позволить. То есть, финны так защищались, что, так сказать, было ясно, что, ну, конечно, гигантное там соотношение сил было гораздо в большей степени в пользу Советского Союза, чем сейчас соотношение сил в пользу России в случае с Украиной. Вот, но тем не менее, поэтому, конечно, возможность захватить Финляндию у Сталина была, но это было, привело бы к тому, что Сталин просто потерял бы слишком много. Это была несопоставимая оплата. Вот, теперь, что касается, вот, идеи, что Финляндия потеряла часть своей земли, но сохранилась как самостоятельное государство. Не та ситуация. Для Сталина не было целью захватить Финляндию. У него была, так сказать, совершенно конкретная задача. Да, при желании, при возможности, да, можно было бы, но у него не было этой сакральной цели. У Путина просто пунктик, у него фиксация на Украине, болезненная фиксация. Задача уничтожить Украину. И поэтому Украина не может отдать часть своих земли, часть своих земель и при этом сохраниться как отдельное государство. По крайней мере, в нынешней ситуации это так. Возможно, что-то изменится. Возможно, изменится, так сказать, ситуация с ресурсами и у России, и у Украины. И тогда это может стать возможным. Но сейчас пока нет. Пока совершенно очевидно, что Путин не остановится, захватив часть Украины. Пока это так. Вот, поэтому, значит, вот это предположение, это параллель тоже неуместно. Марина, поясните мне, пожалуйста, может ли политика арестующина вредить Украине? Она уже вредит. Вот я когда говорил о огромном присутствии господина Соскина в российских СМИ сейчас, потому что выгодно, потому что он очень сильно вредит Украине. Вот господин Соскин, бывший советник Кучмы, это, безусловно, сейчас враг Украины. Человек, который очень сильно ей вредит. Но Арестович, поскольку он, так сказать, больше по размерам, чем Соскин, он вредит намного больше. Я сейчас, ну, к сожалению, у меня под рукой нет хронометража, который можно сделать. То есть, ну, можно просто посмотреть, сколько Арестовича существует в российском телевизоре. На него постоянно ссылаются. Значит, его постоянно цитируют. Он очень выгоден для, он стал инструментом фактически российской пропаганды. фактически. У меня все руки не доходят. Ну, в принципе, про Арестовича слишком много и так говорится, поэтому меня это немножко удерживает. Но, в принципе, конечно, анализ того, что делает сейчас Арестович, это важно сделать. Я не знаю, если силы будут, может быть, даже в эти выходные попробую из себя выдавить вот этот вот анализ. Но, значит, он, безусловно, приносит сейчас огромный вред Украине. Огромный. И большую пользу России. Большую пользу путинской, вернее, путинскому рейху. Вот. Это, ну, совершенно очевидно. Тем более, что, понимаете, ну, кто в Украине слушает Соловьева? Кто в Украине служит Маргариту Симоньян? А у Арестовича есть группа поддержки в Украине. Ну, по последним, я не знаю, как сейчас, вот перед нашей беседой я не смотрел данные, последние, самые последние данные социологических служб. Но у него, вот, буквально даже недавно совсем было, был рейтинг поддержки 10%. Это очень серьезно. 10%? Ну, вы же понимаете прекрасно, что ни у одного из российских пропагандистов такой поддержки нет. А у Арестовича есть, его слушают. А Арестович сегодня это яд. Откровенный, совершенно яд. При том, что, понимаете, ну, он же еще и не бесталанный. Он же еще и обаятельный. Вот, его вот эти вот большие проникновенные глаза, честные просто, вот, ну, честные совсем глаза. Его вот этот вот шепоток влажный. Значит, все же это, это же все такие приемы обольщения, которые известны любому ловеласу. Понимаете? Вот. И это все, это все работает. Его слушают. Не большинство, даже незначительная часть. Но 10% это серьезно. Поэтому, конечно, вред от него очень большой. Так. Илья. Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Зеленским. Я уже отвечал, уважаемый Илья, я просто в основной части нашей беседы отвечал на этот вопрос. Я считаю, что очень правильно, что президент Украины Зеленский не согласился на это интервью. Светлана Притула. Скажите, летчики руссо-фашистские воюют, когда сбрасывают бомбы на украинские города? Они же выполняют приказ или совершают преступления против гражданского населения? Их обязаны судить или нет? Конечно, да. Конечно, да. Летчики, которые сбрасывают бомбы на украинские города, конечно, это военные преступники. Их, конечно же, надо судить. Так. Вот опять к русским в Крыму. Значит, Ирина. Я русских, приехавших в Крым. Ваши слова. У них нет крови на руках. Так можно было говорить с 24-го, 22-го, но не сейчас. Вся экономика России перестроена для убийства украинцев, заводы, фабрики, общепит, культура, наука, образование, средства информации. Кто в этом задействован? Поэтому руки в крови у большего большинства россиян. Вы так не считаете? Нет, я так не считаю. Я считаю, что есть руки конкретно в крови у тех людей, которые своими действиями осознанно или неосознанно наносят конкретный вред Украине. А логика Бродского, значит, в булочную ходишь, значит, поддерживаешь режим, она порочна. Но он же с юмором об этом говорил. Она порочна. Она точно такая же, что... Но я уже подробно отвечал на эту тему. Размазывать тонким слоем или толстым слоем вину на 140 миллионов. А если шире говорить, пользуясь теми же софистическими приемами, можно размазать вообще на весь земной шар. Можно на Китай весь полтора миллиона. На Индию, которая сейчас... Слушайте, ну Индия торгует с Россией, значит, покупает у России газ. Полтора миллиона индусов. Давайте на них размажем еще. Ну так, чтобы на Путина совсем не хватило. Ну ведь вы же говорите, что, значит, вся экономика России перестроена для убийства украинцев. Откуда деньги на убийства украинцев берутся? Из Китая, из Индии. Ну давайте, значит, их в совокупности получается там 3 миллиарда человек. Вот на 3 миллиарда еще размажем ответственность. Совсем, чтобы на, так сказать, на единицу человека этой ответственности, этой вины не хватило. Понимаете? Ну совсем уже. Ну это же так же нельзя делать. Есть вина конкретная. Вот действия человека. Вот конкретное действие сознательного человека. Пропагандисты, да, виноваты. Безусловно. Их надо судить. Военные преступники, да, виноваты. Летчики, безусловно, виноваты. Это военные преступники. Вне сомнения. Те, кто наводят ракеты на Харьков, это, безусловно, военные преступники. Весь генштаб, военные преступники. Хотя они с самого начала не хотели воевать. Но это уже прошлое. Могли, так сказать, могли, в принципе, уйти в отставку. Могли уйти на пенсию. Могли сбежать, в конце концов. Все, что угодно. Виноваты военные преступники. 100%. И так далее. Депутаты Государственной Думы. Все, безусловно, военные преступники. Члены Совета Федерации. Все, безусловно, военные преступники. Ну, а дальше говорить, что общепит, ну, слушайте, ну, это же детский сад. Я еще раз говорю, если общепит виноват, тогда весь Китай виноват. Потому что они снабжают, обеспечивают военный потенциал России. Весь Китай, все китайцы. И все индусы. Получается, вот вам, пожалуйста, 3 миллиарда виноватых. Ну, и дальше можно таким же образом, софистическими приемами, распространять вину на все человечество. Значит, так. Ну, вот опять, Виктор. Значит, на Харьков вы начинаете оправдывать россиян. Значит, винить одного Путина, это неправильно. Слушайте, ну, вот, ну, сколько можно? Ну, надо же все-таки слушать, что я говорю. И рассказывать сказки о том, что где и когда я винил одного Путина. Ну, где конкретно? Приведите мне хоть одну фразу, которую я утверждал, утверждаю. Войну начал Путин. Но дальше количество виновных огромно. Зачем вы припишиваете мне какую-то чушь и после этого говорите, что это неправильно? Конечно, неправильно. Но только это неправильно не ко мне относится. Так. Арт-арт. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. А разве россиянам не все равно? Может, им не все равно на войну, которую там стыдливо называют СВО? На десятки, если не сотни тысяч гробов из Украины, бумеранги в виде дронов и взрывов, исламский терроризм, репрессии, отсутствие свобод, резкий рост преступности, благодаря вернувшимся с войны и так далее. Короче, только ли Путин виноват? Или менталитет населения, с которым можно делать все, что угодно? Россияне идеальны для всякого рода диктаторов, экспериментов над собой. Достаточно прыскать наркотик величия имперства, свернуть стрелки всех проблем на поиск врагов и делай с ними, что хочешь. Многие даже будут горделиво и патриотично подмахивать. Это что, только при Путине началось? При Путине страна просто смыла с себя полностью псевдоцивилизованный грим, потеряла всякие приличия, предстала в своем истинном обличии. Или не так? Ну, знаете, ну, опять-таки, давайте так. Что такое истинное обличие? Вот это же вранье, то, что страна, например, в Советском Союзе была такой. Нет, не такой. В Советском Союзе была другой. В 90-е годы была третьей. Вот сейчас, что такое истинное обличие? И кто такой настоящий представитель российского народа? В какой-то момент настоящими представителями российского народа, после того, как, значит, убили Немцова, там, Скобова посадили в тюрьму, настоящими представителями становятся генералы Гурулева. Вот можно считать его настоящим представителем. Я с этим не согласен. Я, например, я не выпиливаю себя из российского народа. Я считаю, что я имею право на представительство российского народа не меньше, чем генерал Гурулев. Понимаете, в чем дело? Вот есть, конечно, такой очень удобный способ выпилить себя и сказать, я в домике, а я вообще не представляю российский народ. Я не являюсь его частью. И оставлять в качестве представителя российского народа генерала Гурулева, Соловьева и прочего, нет, я не согласен. Я считаю, что я тоже представитель российского народа. И тогда не получается у вас. Понимаете? Тогда не получается. Вот, поэтому, понимаете, та же самая Северная Корея и есть Южная Корея. Вот вам, пожалуйста, тоже. Что такое истинная Корея? Северная или Южная? Ну, просто объясните, что такое истинная Корея? Северная или Южная? Что такое была Германия после Второй мировой войны? Восточная или западная? Ну, что такое настоящая Германия, настоящие немцы? Восточная или западная? Вот это вопрос, на который надо ответить, прежде чем говорить о том, что Россия предстала в истинном обличии. Я думаю, что в конечном итоге истинное обличие – это то, что происходит со страной и с людьми, когда они не подвергаются оккупации. А Россия сегодня находится в оккупации. Понимаете? Она находится в оккупации сегодня. И я думаю, что вот истинное обличие людей будет тогда, когда эта империя развалится. И вот тогда будет истинное обличие. Тогда вот, выйдя на свободу, понимаете, вот вышли на свободу представители стран Балтии. И вот истинное обличие. Культурные, цивилизованные, вежливые, добрые, гостеприимные люди. Вот истинное обличие стран Балтии. А до этого все было по-разному. И то же самое произойдет и с Россией. Надо, чтобы развалилась вот эта корка империи, которая, так сказать, давит на людей. И тогда будет истинное обличие. И оно может быть очень неприятным. Да, безусловно. Но тогда оно будет истинное. А сейчас нет. Анатолий. Анатолий является спонсором нашего канала. Значит, если вы помните, за это ему большое спасибо. Вопрос. Если вы помните, год назад я задавал вам вопрос, почему Арахами поднял вопрос о переговорах в Стамбуле. Значит, вы ответили, потому что Масичук задала ему этот вопрос. Вы сейчас тоже так думаете? Или, возможно, это Ермак Устамин Масичук задал этот вопрос? Я не знаю. Понимаете, опять-таки, я не вижу здесь проблемы. Да, действительно, Арахами я говорил о переговорах в Стамбуле 100%, точно отвечая на вопрос Масичук. Это просто исторический факт. Я не вижу здесь глубины. Уважаемый Анатолий, возможно, ваш вопрос содержит какую-то глубину, которую я просто не вижу. Вот в чем смысл вопроса? Я помню хорошо это интервью. Масичук задала ему вопрос, он на него ответил. Все. Вы считаете, что глава офиса президента Ермак заставил Масичук задать этот вопрос? Не знаю. Понятия не имею. Я не знаю, в какой связке находится журналистка Масичук с главой офиса президента Ермаку. Дает он ей задание? Не дает. Понятия не имею. Даже если дает. Я не вижу, что меняет это. Главное то, что Арахамия поднял вопрос о переговорах в Стамбуле с подачей журналистки. Все. Этого достаточно. Я глубины не вижу в этом вопросе. Вот какого-то второго дна. Может быть, он есть? Тогда как-то прокомментируйте. Ну, как-то отреагируйте, если я не полностью раскрыл ваш вопрос. Серафим Ложкин. Значит, несколько вопросов. Является ли Сталин русским, если он писал, говорил на русском языке, сам себя называл русским. Вы знаете, я думаю, что, во-первых, Сталин, конечно же, в своей идентичности, Сталин был грузином. Безусловно. Он с удовольствием переходил на грузинский язык, когда у него была возможность, когда были соответствующие собеседники. И, безусловно, он чувствовал себя грузином. И, в частности, это... То есть, у него была 100% грузинская идентичность. Он был, безусловно, так сказать, ощущал себя вождем всего советского народа. В этом смысле, он был таким большевиком. Это была большевистская идентичность, которая у него, так сказать, имперская. А русскую идентичность он на себя напяливал для маскировки, скажем так. То есть, это была... Это была ложно присвоена. Он, конечно, не был никаким русским, 100%. Он был грузином, и он был, ну, фактически имперцем. Он был имперцем. Так сказать, это вот такое вот архаическое восприятие себя как властелина. Это самое главное было в его идентичности. Вот. Наднациональная такая. Но внутри себя он был, безусловно, грузином, чувствовал себя грузином. Я думаю, что... Я не знаю, на каком языке он думал. Это, кстати говоря, может быть, и любопытное исследование такое, антропологическое. Но я думаю, что он все-таки оставался грузином, безусловно. И он много делал... То есть, в его национальной политике было многое именно от того, что он себя воспринимал грузином. И то, что он натворил в национальной политике, во многом было связано с его восприятием себя именно как представителя грузинского народа. Что, кстати, очень сильно навредило самому народу. В том числе. Еще вопрос от Серафима Ложкина. Ваше мнение о роли личности в истории. Не было бы Путина, все было бы по-другому. Уважаемые коллеги, я думаю, что после принятия Конституции самодержавной, безусловно, все покатилось в эту сторону. И не было бы Путина, все равно было бы самодержавие, все равно была бы диктатура, в чем я на 100% уверен, что вот этой большой войны точно бы не было. Вот точно бы не было. Потому что пришел бы к власти условный Примаков или условный я не знаю, кого еще Ельцин подсунул бы. Я не знаю, кто. Ну, Немцова бы точно не было. А вот кого он мог подсунуть, это мог быть кто-то тоже из ГИБИСТов. Скорее всего. Но войны бы не было точно. И это роль личности в истории здесь проявляется. Диктатура была бы, репрессии были бы, значит, ничего хорошего бы в стране не было, это точно. Но войны бы этой точно не было. Лично Путин ее начал. Лично Путин. Это его персональное безумие. Так. И еще один вопрос от Серафима Ложкина. Часто слышу выражение права или не права моя страна, но это моя страна. Как ответить на это в дискуссии? Ну, я не знаю, если уж идти по таким вот банальным выражениям, то ответ простой. Значит, Сократ мне друг, а истина дороже. Поэтому, если вы хотите все-таки оставаться честным, то, если страна не права, то надо это признавать. Вот и все. Сократ друг истинно дороже. Моя страна, но если она не права, значит, она не права. Все. То есть, мне кажется, это логично. Вопрос от Власты. А что, разве бывает магистрские диссертации? Всем известно, что магистры пишут диплом. И там еще такой насмешливый смайлик. Вот. Видимо, Власты считают, что она очень ловко поддела. уважаемые Власты, ну, вы знаете, поскольку я значит, несколько десятилетий был научным руководителем целой галереи при написании магистрских диссертаций, то я могу вам твердо сказать, что всем известно, что магистры пишут диссертации. Да, это может звучать несколько напыщенно, но это так. Значит, ну, просто, если вы можете, возьмите, загуглите магистрская диссертация, вам откроется огромное количество образцов, шпаргалок для написания и так далее. Так что, вот, магистры все-таки пишут диссертации. Дорогие друзья, на этом мы завершаем наш сегодняшний утренний стрим. и так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!